Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой Стива МакКоннелла «Совершенный код». И сегодня продолжаем с главы 26 и под главы 26.4, которая называется «Выражение». Итак, приступим. Многие задачи программирования требуют применения математических и логических выражений. Сложные выражения обычно дороги, и в этом разделе мы рассмотрим способы их удешевления. Алгебраические тотжества. Алгебраические тотжества иногда позволяют заменить дорогие операции на более дешевые. Итак, следующее выражение логически эквивалентное. Внимание на экран. Выбрав второе выражение вместо первого, вы сэкономите одну операцию нот. Устранение одной операции нот, вероятно, не приведет к заметным результатам. Однако, в целом, этот принцип очень полезен. Так, Джон Бентли пишет, что в одной программе проверялось условие. Квадратный корень х меньше квадратный корень у. Так как квадратный корень х меньше квадратного корня у, только когда х меньше у. Исходную проверку можно было бы заменить просто на проверку, если х меньше у. Если учесть дороговизну метода извлечения квадратного корня, можно ожидать, что это приведет к огромной экономии. Так оно и есть. Внимание на экран. Здесь вы видите сравнение кода до оптимизации и после. Как вы видите, экономия времени в трех языках программирования очевидна. Больше или равно 90%. Снижение стоимости операций. Как уже было сказано, снижение стоимости операций подразумевает замену дорогой операций более дешевой. И вот некоторые возможные варианты. Следите при этом за аспектами производительности, связанных с применением целых чисел естественной и неестественной длины. Замена чисел с плавающей запятой числами с фиксированной точкой или целые числа. Замена чисел с плавающей запятой с удвоенной точностью числами с одинарной точностью. Замена умножения и деления целых чисел на две операции сдвига. Допустим, вам нужно вычислить многочлен. Если вы забыли, что такое многочлен, напомню, что это выражение вида... Смотрите на экран. Буквы А, В и С это коэффициенты, а Х переменная. Обычный код вычисления значения многочлена n-ой степени выглядит так. Это пример вычисления многочлена на языке Visual Basic. Если вы подумаете о снижении стоимости операций, то поймете, что оператор возведения в степень не самое эффективное решение в этом случае. Возведение в степень можно заменить на умножение, выполняемое при каждой итерации цикла, что во многом похоже на снижение стоимости, выполненное нами ранее. Когда умножение было заменено на сложение, то код выглядел бы вот так. То есть это код, снижающий стоимость вычисления многочлена. Как мы видим, здесь мы избавились от операции возведения в степень. И вместо этого просто операция умножения. Если вы имеете дело с многочленами второй или более высокой степени, выгода может быть очень приличной, что вы сейчас увидите на экране. Здесь сравнение, как мы видим, по двум языкам. Python и Visual Basic. Ну и экономия времени в Visual Basic 97%. Если вы действительно серьезно отнесетесь к снижению стоимости операции, то позаботьтесь и о двух умножениях чисел с плавающей запятой. Стоимость операции, выполняемых в цикле, можно сделать еще меньшей, если постепенно возводить в нужную степень сразу несколько компонентов выражения, а не находить нужную степень при каждой итерации путем умножения. И внимание на экран. Это пример дальнейшего снижения стоимости вычисления многочлена на Visual Basic. В этой версии метода отсутствует переменная PowerOfX. А вместо двух умножений при каждой итерации выполняется только одно умножение. И результаты этого усовершенствования вот такие. Это хороший пример расхождения теории и практики. Код, имеющий сниженную стоимость, казалось бы, должен работать быстрее. Но на самом деле это не так. Возможно, в Visual Basic снижение производительности объясняется декрементом счетчика цикла на один вместо инкремента. Но чтобы говорить об этом с уверенностью, эту гипотезу нужно оценить. Инициализация во время компиляции. Если вы вызываете метод, передавая ему в качестве единственного аргумента именованную константу или магическое число, попробуйте предварительно вычислить нужное значение, присвоить его константе и избежать вызова метода. Это же справедливо для умножения, деления, сложения или других операций. Однажды мне понадобилось вычислять значение двоичного логарифма целого числа, округленное до ближайшего целого числа. Система не предоставляла метод вычисления двоичного логарифма. Поэтому я написал собственный быстрый и легкий подход, который был основан на вот этой формуле. Логарифм base равно логарифм x разделить на логарифм base. Опираясь на это тотжество, я написал такой метод. И вы видите пример метода, вычисляющего двоичный логарифм с использованием системных методов на языке C++. Этот метод был очень медленным, а так как значение логарифм от 2 измениться не может, я заменил метод вызова, вызов метода логарифм от 2 на действительное значение, равное 0,69314718. Ну, как вы поняли, это уже вычисленное значение, которое не имеет смысла вычислять каждый раз. Каждый раз. Итак, а сейчас вы видите пример метода, вычисляющего двоичный логарифм с использованием системного метода и константы на языке C++. Вызов метода логарифм довольно дорог, гораздо дороже преобразования типа или деления. Поэтому резонно предположить, что уменьшение числа вызовов метода логарифм вдвое должно ускорить выполнение метода, ну, примерно вдвое. И вот результаты измерений. Как мы видим, экономия времени не такая уж и большая, но в целом, в целом неплохая. Обоснованное предположение оказалось довольно близким к действительности. Если учесть невысокую предсказуемость результатов, приводимых в этой главе, точность моего прогноза в этом случае доказывает только то, что даже слепые белки иногда наталкиваются на орехи. Недостатки системных методов Системные методы дороги и часто обеспечивают избыточную точность. Например, большинство системных математических методов написаны с тем расчетом, чтобы космонавт, отправившийся на Луну, прилунился с точностью плюс-минус 2 фута. Если вам не нужна такая точность, нет смысла тратить на нее время. В предыдущем примере метод логарифм 2 возвращал целое число, но использовал для его вычисления метод логарифм, возвращающий число с плавающей запятой. Я не нуждался в такой точности, так что после первой попытки я написал ряд целочисленных проверок, которые прекрасно вычисляли целое значение двоичного логарифма. И вот вы видите пример метода, возвращающего примерное значение двоичного логарифма на языке C++. Этот метод использует целочисленные операции, никогда не преобразовывает целые числа в число с плавающей запятой и значительно превосходит по быстродействию оба метода, работающих с числами с плавающей запятой. И вот вы можете увидеть результаты тестов. Как мы видим, скорость в случае языка C++ и Java, экономия времени, точнее, очень хороша, а вот PHP почему-то наоборот. Большинство так называемых трансцендентных функций разработано для наихудшего случая, то есть внутри себя они даже целочисленный аргумент преобразуют в число с плавающей запятой с удвоенной точностью. Обнаружив вызов такой функции в проблемном фрагменте кода, уделите ей самое пристальное внимание, если, конечно, вам не нужна подобная точность. Но вернемся к нашему методу. Еще один вариант его оптимизации основан на том факте, что деление на 2 аналогично операции сдвига вправо. Двоичный логарифм числа равен количеству операций деления на 2, которое можно выполнить над этим числом до получения нулевого значения. И вот так выглядит соответствующий код. Это пример альтернативного метода, определяющего примерное значение двоичного логарифма с использованием оператора сдвига вправо на языке C++. Читать этот код трудно, особенно программистам, не работавшим с C++. Сложное выражение в условии цикла while прекрасный пример того, что следует использовать только в крайних случаях. Этот метод выполняется примерно на 350% дольше, чем более длинная предыдущая версия 2,4 и 0,66 секунды соответственно. Но он быстрее, чем первый оптимизированный метод и легко адаптируется к 32 и 64 разрядным архитектурам и другим средам. Этот пример ясно показывает, насколько полезно продолжать поиск после нахождения первого успешного вида оптимизации. Первый вид оптимизации привел к приличному повышению быстродействия на 30-40%. Но это не идет ни в какое сравнение с результатами второго и третьего видов оптимизации. Использование констант корректного типа. Используйте именованные константы и литералы, имеющие тот же тип, что и переменные, которым они присваиваются. Если константа и соответствующая идея переменные имеют разные типы, перед присвоением константы переменной компилятор должен будет выполнить преобразование типа. Хорошие компиляторы преобразуют типы во время компиляции, чтобы не снижалась производительность в период выполнения компиляции, точнее в период выполнения программы. Однако, менее эффективные компиляторы или интерпретаторы генерируют код преобразующий типы в период выполнения. Чуть ниже будут указаны различия во времени инициализации переменной с плавающей точкой и целочисленной переменной в двух случаях. И вот в первом случае инициализации инициализация выглядит так. Смотрите слева. И требует преобразования типов. А во втором случае это у нас смотрите справа выражение. Во втором случае преобразования типов не нужны. И результаты в очередной раз указывают на большие различия между компиляторами. И как мы видим языки C++, Visual Basic, экономию времени, 100%. Ну, то есть не поддается измерению. Но экономия времени колоссальная. Или не поддается измерению. Ну, оно не поддается измерению, потому что это компилятор на этапе компиляции уже сделает преобразование типов. А вот в случае с Java, PHP, то экономия времени хорошая. Предварительное вычисление результатов. При низкоуровневом проектировании часто приходится решать, вычислять ли результаты по ходу дела или лучше вычислить их один раз, сохранить и извлекать по мере надобности. Если результаты используются много раз, второй вариант часто предпочтительнее. Этот выбор проявляется несколькими способами. На самом простом уровне вы можете вычислить часть выражения вне цикла вместо того, чтобы вычислять его внутри. Пример этого вы видели выше. Ну, до этого. На более сложном уровне вы можете вычислить табличные данные один раз при запуске программы и использовать их позднее. Вы также можете сохранить результаты в файле данных или встроить их в программу. Например, работая над игрой, «Звездные войны», программисты сначала вычисляли коэффициенты гравитации для разных расстояний от Солнца. Эти вычисления были ресурсоемкими и снижали производительность программы. Однако число разных расстояний, используемых в игре, было небольшим, поэтому разработчики в итоге вычислили коэффициенты гравитации предварительно и сохранили их в массиве из 10 элементов. Получение коэффициентов из массива оказалось гораздо более быстрым, чем их вычисление. Допустим, у вас есть вот такой вот метод. Метод, вычисляющий сумму, которую нужно уплатить при погашении суды на покупку автомобиля. Код на языке Java. Формула вычисления платежей по суде сложна и довольно дорога. Помещение информации в таблицу, наверное, сделало бы вычисление более дешевым. Насколько крупной была бы эта таблица? Переменной с наибольшим диапазоном является переменная Loan Amount. Переменная Interest Rate может принимать значение от 5% до 20% с шагом 0,25, что дает нам 61 значение. Переменная Month может иметь значение от 12% до 72% или 61% значение. Значение переменной Loan Amount вероятно может находиться в пределах от 1000 до 100 000 долларов. И вам едва ли удастся сохранить все эти значения в таблице. Однако, большая часть выражения не зависит от Loan Amount. Поэтому параметры действительно отвратительной части можно сохранить в таблице, индексируемой значениями Interest Rate и Month. И вот пример предварительного вычисления сложного выражения на том же языке Java. Итак, сложное вычисление мы заменили вычислением индекса массива и одним обращением к массиву. И к чему же это привело? И мы можем посмотреть на результаты тестирования. В зависимости от обстоятельств вы должны были бы предварительно вычислять массив Loan Divisor при инициализации программы или читать его из файла. Вы также могли бы инициализировать массив нулями, вычислять каждый элемент при его первом запросе, сохранять его, а впоследствии просто извлекать из массива. Это было бы одной из форм кеширования, которая обсуждалась ранее. Предварительное вычисление выражения не обязывает вас создавать таблицу. Возможен и иной вариант. Допустим, у вас есть код, вычисляющий взносы, который нужно уплатить при погашении суд на разную сумму. Код, как вы видите, на языке Java. Даже без таблицы вы можете предварительно вычислить сложную часть выражения вне цикла и использовать найденное значение внутри цикла. И вот пример предварительного вычисления второго сложного выражения. Как вы видите, сложное выражение вынесено за пределы цикла. Этот вид оптимизации похож на уже рассмотренные нами методики, предполагающие вынесение обращения к массиву и разименовывание указателей за пределы цикла. Результаты оптимизации кода Java в данном случае сравнимы с результатами предыдущего вида оптимизации, основанного на предварительном вычислении табличных данных. В отличие от первой попытки оптимизации, быстродействие кода Python сейчас также выросло. Это происходит довольно часто. Если один вид оптимизации не приводит к желаемым результатам, казалось бы, аналогичный вид оказывается очень эффективный. Оптимизация программ путем предварительного вычисления выражений имеет несколько вариантов. Первый. Вычисление результатов до выполнения программы и связывание их с константами во время компиляции. Второй вариант. Вычисление результатов до выполнения программы и связывание и, точнее, и присвоение их переменным используемым в период выполнения. Третий вариант. Вычисление результатов до выполнения программы и сохранение их в файле, загружаемом в период выполнения. Четвертый вариант. Однократное вычисление результатов при запуске программы и их использование во всех последующих случаях. Пятый вариант. Вычисление как можно большего числа значений до начала цикла, позволяющие свести к минимуму объем работы выполняемой внутри цикла. И последний вариант. Вычисление результатов при возникновении первой потребности в них и их сохранение, позволяющее получить результаты, когда они понадобятся снова. Устранение часто используемых подвыражений. если какое-то выражение повторяется в коде несколько раз, присвойте его значение переменной и используйте переменную вместо вычисления выражения в нескольких местах. Подвыражение, которое можно устранить, уже встречалось нам в предыдущих разделах. И вот этот пример. Пример часто используемого подвыражения на языке Java. Вместо двукратного вычисления выражения Interest Rate разделить на 12, вы можете присвоить его переменной и обратиться к ней два раза. Если вы присвоите переменной удачное имя, этот вид оптимизации не только повысит производительность кода, но и улучшит его удобочитаемость. И вы видите пример устранения часто используемого в подвыражении на языке Java. Но результаты не особо впечатляют. Как мы видим, в случае с языком Java экономия времени всего лишь 4%, а в случае с Python вообще минус 1%. По-видимому, метод mass.pong настолько дорог, что он перекрывает выгоду устранения подвыражения. Возможно также, что подвыражение уже было устранено компилятор. Если бы подвыражение составляло не такую малую часть стоимости всего выражения, или если бы оптимизатор компилятора был бы менее эффективен, этот вид оптимизации, наверное, оказал бы большее влияние на производительность. Ну, а на сегодня все. Эта глава закончилась, точнее, подглава. В следующий раз продолжим с подглавы, которая называется методы. Ну, а теперь точно все. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока. Субтитры